Слово предоставляется директору Центра гармонического развития детей и подростков «Бригантина» Немыкиной Галине Андреевне. Дорогие гости, приглашенные родители, сегодня мы подводим итог, который достигли наши дети за целый учебный год. По традиции мы всегда прощаемся с нашими выпускниками. И сейчас я на сцену приглашаю Викторию Насирову. Проходи туда. Литвинову Елену. Павлову Екатерину. Мороз Татьяну. Киричок Алену. Лушину Марину. И Гуцелюк Дарью. Дорогие выпускники, сегодня последний раз мы выступали вместе с вами на сцене. Но мы с вами не прощаемся. В жизни нет прекрасней, ярче дня. В этот праздник пожелать пора самых превосходных достижений, добрых встреч и теплых отношений. Пусть мечты сбываются скорей, радуют внимание друзей. И чудесным будет настроение, счастье и удачи вам. И чтобы ваши мечты сбылись. Чтобы все до единого вы стали студентами. А нас, Бригантину, не забывали. Мы всегда рады вас видеть у себя в стенах Бригантины. Награждается грамотой за истинное служение искусству, яркое правление вокального таланта, за огромный труд и стремление. Насирова Виктория. За искреннее служение искусству, яркое проявление вокального таланта, за огромный труд награждается выпускница вокальной студии Талисман Литвинова Елена. За упорное достижение мастерства, за огромный настойчивый труд, выпускница центра Бригантина, золотой призер международного турнира, чемпионка Украины, кандидат мастера спорта Павлова Екатерина. Золотой призер международного турнира, чемпионка Украины, кандидат мастера спорта Мороз Татьяна. Золотой призер международного турнира, чемпионка Украины, кандидат мастера спорта Киричок Алена. Чемпионка Украины, золотой призер международного турнира, кандидат мастера спорта Лушина Марина. А сейчас я хочу наградить мастера спорта, золотого призера чемпионов Украины, финалист кончемпионата Европы, золотой призер международного турнира Гуцалюк Дарья. Только благодаря нашим родителям наши дети смогли ездить на соревнования украинского международного турнира. И я хочу поблагодарить родителей за помощь, скажем, спонсирование ваших же детей, наших детей, можно сказать, и наградить родителей семью Павловых. Можно, грамоту. Андрея Ивановича и Елену Анатольевну. Прошу на сцену. Родители есть? Нету. Семью Лушиных. Владимира Корнельевича и Елену Петровну. Следующую. Семью Киричок. Виктора Николаевича и Виту Сергеевну. Спасибо вам за все, за вашу дочь. И семью Гуцалюк, Геннадия Викторовича и Яну Николаевну. Мы эти грамоты вместе с призами отдадим нашим выпускникам, они передадут родителям. Давайте поаплодируем родителям этих выпускников. Еще одна семья. Мороз, Иван Анатольевич и Людмила Викторовна. Поаплодируем громко за их терпение, за их помощь. А сейчас я предоставляю слово для поздравления выпускников начальнику отдела культуры городского... Начальнику отдела культуры Елене Валерьевне Черкашиной. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, воспитанники Центра Бригантина. Добрый день, руководители. Песня сегодняшнего концерта, первая песня, называлась «Маленькая страна». И действительно, когда заходишь в Центр Бригантина, попадаешь в сказочную страну с ее традициями, обычаями, таким семейным домашним уютом. И радует то, что жителей в этой стране с каждым годом становится все больше и больше. 2013 год назван нашим президентом Годом творчества детей. Вы знаете, этот год был нелегким для всех коллективов нашего города, для всех руководителей, для всех учреждений культуры в нашем городе. Но радует то, что дети поражали своей стойкостью, терпением, ежедневными тренировками, вот такими, репетициями. И количество лауреатов, призеров, дипломантов международных, всеукраинских и областных конкурсов начинает наш город уже пугать. Я боюсь, что этих детей мы будем видеть вскоре только по телевизору. Сейчас на сцене перед нами находятся действительно герои, юные герои нашего города, которые уже много лет подряд прославляют наш город. И им уже мало просторов нашей Украины. Они прославили наш город далеко за ее границами. Дорогие наши выпускники, хочется сегодня сказать вам большое-большое спасибо за ваш упорный труд, за ваши такие высокие результаты. Хочется пожелать вам, у каждого в жизни, я надеюсь, из вас есть мечта, хоть и маленькая, но есть. Я хочу вам пожелать, чтобы эта мечта обязательно-обязательно сбылась. И знайте, мы сегодня вас выпускаем, но не отпускаем. Мы надеемся, что вы никогда не покинете нашего города и продолжите его прославлять в будущем. Вы и ваши дети. Нам будет очень не хватать золотого голоса нашей Викочки. Вот этой вот страсти девчонок, которые зажигательной своей страстью, такие прям, ну, пружинки на сцене, поверьте, мы будем очень за вами скучать. Поэтому здоровья вам, счастья, всего лучшего. Знаете, что мы всегда вас ждем. И, конечно же, я хочу наградить вас грамотами отдела культуры. Грамота отдела культуры вручается выпускнице вокальной студии «Талисман», победителю областных, всеукраинских и международных конкурсов Носировой Виктории за высокое мастерство, профессионализм и активное участие в культурной жизни города. Вика, я тебя прошу, подумай о своей будущей профессии. Подумай хорошо. Грамота отдела культуры вручается выпускнице вокальной студии «Талисман», победителю областных, всеукраинских и международных конкурсов Литвинова и Елене. Грамота отдела культуры вручается выпускнице секции спортивной аэробики и фитнеса, призеру областных, всеукраинских и международных соревнований Павлова Екатериня. Грамота отдела культуры вручается выпускнице секции спортивной аэробики и фитнеса Гуцалюк Дарья. Грамота отдела культуры вручается «Мороз» Татьяне. Грамота отдела культуры вручается «Киричок» Алене. Грамота отдела культуры вручается «Лушиной» Марине. Ну и пользуясь случаем, я бы сейчас хотела отметить грамотами отдела культуры руководителей результаты работы, которые сегодня мы с вами не видим на этой сцене, но они очень видны также в нашем городе, области и на Украине, но в закрытых помещениях. Это руководители студий, из-за студий. Поверьте, этот труд очень кропотлив, и вы, наверное, по своим детям это замечаете. Но когда я попадаю в «Бригантину» и смотрю их работы, их поделки, ну их работа просто вызывает восхищение. Грамота отдела культуры вручается художественному руководителю центра «Бригантина» Блиадзе Наталье Ивановне за высокий профессионализм, творческий вклад в духовное и культурное воспитание подрастающего поколения и активную жизненную позицию. Давайте, давайте, поддержим аплодисментами. Грамота отдела культуры вручается руководителю студии «Волшебное зернышко» центра «Бригантина» Реваштан Оксане Викторовне. Грамота отдела культуры вручается руководителю студии «Жемчужинка» центра «Бригантина» Кирган Любовь Викторовне. Грамота отдела культуры вручается руководителю студии «Волшебные краски» центра «Бригантина» Кирилловска Елене Геннадьевне. Грамота отдела культуры вручается руководителю студии «Вдохновение» центра «Бригантина» Кирган Наталья Геннадьевне. Ну и конечно же вот этих таких высоких результатов, такой качественной работы не было без руководителя центра «Бригантина». Я приглашаю на сцену уважаемую Галину Андреевну. Галина Андреевна, мне хочется сказать вам сегодня большое спасибо за вашу отзывчивость, за вашу готовность всегда помочь городу, за ваш вот такой сплоченный коллектив, который сделали вы. И я тоже вас награждаю грамотой отдела культуры. Спасибо. Ну и я хочу пожелать всем воспитанникам центра «Бригантины» действительно счастливого, безоблачного детства, всем руководителям спокойной, размеренной работы, ведь только в спокойных условиях руководитель может творить, всем родителям терпения и конечно же достойных заработных плат, чтобы все были уверены в своем будущем и будущем ваших детей. Спасибо большое, с праздником вас еще раз. А сейчас я хочу на сцену приглашать самых маленьких воспитанников спортивной аэробики. Они хотят свое пожелание сказать выпускникам. Пожалуйста, встречайте. Пришла сюда она впервые. Павла, Катя, нам просто не верится, что ты уходишь от нас навсегда. Вот отучись, потом обязательно ты возвращайся обратно сюда. Мы подрастем, возмужаем, окрепим и КМС заработаем точно. Будем мы вместе в пятерке работать, и слава за нами закрепится прочно. А без дальше у царлюк мы признаюсь, как без рук, кто косички заплетет, за собой кто поведет. Но ты, Дашуля, не боись, поступай, к высотам рвись. А мы поедем все с тобой, и если кто тебя обидит, за тебя мы все горой. Жалко расставаться и с Таричкой Мороз. Дэнс-команда сразу опустила нос. Трудно без Танюшки будет побеждать. Но ничего, ее мы будем часто вспоминать. Как она работала, как она трудилась. Ведь не даром девушка КМС добилась. Тебе мы пожелаем доброго пути, чтоб по нему легко было идти. А этой девушке Степ покорился. И с фанком овации в зале срывала. Алена, надеемся, что ты достигла всего, чем когда-то мечтала. Мы верим, удача идти рядом будет. А будет проблема, их быстро решишь. Когда же ты станешь мастером спорта на тортик с чаем и нас пригласишь. Представляем, как вам трудно. Слезы капают из вас. Уходить из бригантины грустно, как мы понимаем вас. И поэтому пятеркой мы устроили совет. Долго думали. Решили подарить вам свой презент. Чтобы скромный наш платок вас посолни, Настя. Чтобы вы им вытирали только слезы счастья. А сейчас поздравят своих выпускников вокальной студии. Малыши в вокальной студии. Прошу. Слово для поздравления предоставляется руководителю вокальной студии Заяц Анны Владимировны. Дорогие мои любимые, незаменимые, моя гордость. Прощаться с вами я не собираюсь. У нас еще впереди много работы и много целей. Очень надеюсь, конечно, что где бы вы ни учились, где бы вы ни работали, вы всегда будете петь. Потому что человек, который любит песню, который любит петь, он везде будет петь. Он не сможет, не выдержит просто. Ночью звезды вдаль бегут по синим рекам. Утром звезды гаснут без следа. Талисман останется навеки. Талисман – друг верный навсегда. Через годы, через расставание, на любой дороге, в стороне любой, Талисману ты не скажешь до свидания. Талисман останется с тобой. АПЛОДИСМЕНТЫ Это и счастливое, и грустное расставание. А сейчас я предоставляю слово для поздравления своих выпускников заслуженному тренеру Украины Карпенко Илону Степановне и мастеру спорта Катерине Анатольевне Стоколас второму тренеру. Здравствуйте! Сегодня у нас радостный и в то же время немножко грустный день. Смотрю на вас, девчонки дорогие, и мыслями переношусь назад. Ведь вы пришли сюда совсем другие, и я впервые вывела вас на квадрат. Вы были несмешленные, смешные, вам часто доставалось на орехи, но постепенно стали вы большими. К вам приходили первые успехи, соревнования, кубки и медали, победы, радость, горечь, поражение. И путешествия, где вы не унывали, и тренировки до изнеможения. Да, есть что вспомнить. Взлеты и падения. И смех, и слезы, дружбу и любовь, как замирал весь мир в минуты восхищения, и слава к Григантине приходила вновь. Вы подросли, окрепли, возмужали, готовы горы на пути свернуть. Ваш день настал, его вы долго ждали. Сомнения прочь, смелее в добрый путь. Пусть вам во всем сопутствует удача, избудется заветная мечта. И даже в нерешаемой задаче решение находится всегда. Мы вручаем вам наши подарки. И уверены, что вы будете нас всегда помнить и вспоминать. И возвращаться к нам всегда. Это радости. Так, девочки, кто там, смотрю, приготовили что-то. Можно микрофон второй? Я бы хотела пригласить на эту сцену Анну Владимировну. Вы были рядом много лет, делились всем, что сами знали. Спасибо вам за знания и свет, за сказок детства с чудесами, за жар душевного огня, за исправление ошибок, за труд, потраченный не зря, за чуткость сердца, блеск улыбок. Спасибо вам большое за все, что было сделано вами. Пусть не сначала, но то вложение, которое вы сделали в меня, было очень большим и многозначащим для меня. Это вам. Еще вам такая от меня памятный подарок. Я думаю, когда вы будете ее смотреть, будете вспоминать обо мне. Я буду удивить вас. Еще я бы хотела сказать спасибо человеку, который начал со мной заниматься. Это была Ива Наталья Геннадьевна. Спасибо вам большое за то, что вы начали со мной работать. За то, что не отказывали всегда, когда были какие-то трудности, всегда помогали. Спасибо вам большое. Спасибо. Анна Владимировна. В общем, сейчас будет импровизация, потому что, я не знаю, я пыталась подготовиться, но все-таки я решила, что в тот момент уже слова сами подойдут. И сейчас я хотела бы сказать вам спасибо за ваше терпение, что вы терпели все время, когда я опаздывала систематически на каждое занятие. Спасибо за вашу выдержку, когда боишься выходить на сцену, а вы пинками все равно выталкиваете, внушаете вот эту силу себя. И ты все равно идешь и думаешь, чтобы не подвести своего руководителя. И ты стараешься действительно... Леночка, я готова терпеть еще долгие-долгие годы, поверь. Ты очень хорошая. Спасибо об этом. Еще спасибо Булаевой Наталье Геннадьевне. Я к вам еще пришла в четвертом классе. Надеюсь, вы меня не забудете. Галина Андреевна, мы хотим вас поблагодарить за все. За тепло ваших рук, доброту ваших глаз. Мы в грусти и боли встречали не раз. Когда становилось совсем тяжело, Спасало душевное ваше тепло. Желаем здоровья и радостных лет. Пусть каждый из дней будет солнцем согрет. Пусть счастье живет в вашем доме всегда. Пусть будет душа, как сейчас, молода. Тренер, вы куете наш характер, помогаете найти себя. Вы карьере нашей словно стартер. Запускаете ее день ото дня. Все хотим мы вам сказать спасибо и успехов в жизни пожелать. С праздником и будьте вы счастливы. Будет пусть на сердце благодать. Уважаемая Илона Степановна, Счастливы будьте, тренер наша. Ваш дом пусть будет полной чашей. Всегда полно гостей в нем будет, Ведь вы добро несете людям. Вы тренируете всех нас. За это говорим сейчас. Всем и спасибо вам, родная. И счастья от души желаем. А этот подарок мы дарим не только для тренеров, но и для наших маленьких, чтобы они делали анализ своих ошибок и чтобы они становились все лучше и лучше. А теперь громкие аплодисменты для наших выпускников. Девочки, счастливый путь! А мы вас ждем всегда в Бригантине. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!